Фиджитал скейтбординг Фиджитал скейтбординг Будьте первыми на финише в фиджитал-гонках. Руль крепче и жми на газ. Пусть соперники жгут цифровую резину, пытаясь тебя догнать. Скорость – твой лучший напарник. Продолжение следует... Реальные гоночные трассы и виртуальные спортивные арены ждут своих чемпионов. Продолжение следует... Привет, я Турбо. Мой вызов – скорость. Если вы, как и я, начинали играть на ретро-консолях, то мы точно подружимся Сразимся? Проверим, кто из нас быстрее За мной не угнаться Пока вы говорите с моим цифровым аватаром Доля секунды И я уже стою за вашей спиной Встретимся на кибер-аренах, где сразимся в прохождении культовых игр в формате спидра Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привет! Я Кэш Эй Я расскажу вам про вызов тактика В дисциплинах моего вызова скорость тоже имеет важное значение Но гораздо важнее Это умение работать в команде И выбирать правильную тактику Так что приготовьтесь к серьезным испытаниям Теперь для победы надо не только хорошо управляться с компьютерной мышкой Но и с лазерной пушкой Пора вылезти из своих кресел И показать, кто здесь батя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Фистех, привет! Я Электро, и это мой вызов Дроны, которые проходят воздушные трассы препятствий и роботы из разных стран соберутся на стадионе в борьбе за ваши лайки Но за любой технологии. Но за любой технологии стоят люди, программисты, инженеры, создатели VR-реальности. Только вместе они сделают наш мир гармоничным, а на играх будущего сойдутся в битве за трофеи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кип-атлетика покажет невероятное слияние человека и технологии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игры в виртуальной реальности сделают вас повелителями другого измерения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА РИТМ-симулятор откроет новых танцевальников. Давай попробуй перетанцевать меня, покажи, на что ты способен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Битва роботов покажет всю мощь восстания машин. А у нас противостояние Легендой 17 и Рэдхорда в рамках открытия Игр Будущего 2024. И кто же окажет нас сильнее в данном ринге? И Рэдхорда начинает свою первую атаку, пытается забраться на своего соперника. Рэдхорда просто тормяется его противника и загоняет его в угол. Но в ответ Легенда 17 сгрузается в бок своего противника. Но снова ненадолго. Они просто избивают друг друга на данном ринге. И немножко теряя свой контроль, Легенда 17 снова возвращается в игру. Раз за разом Легенда 17 теряет части своей брони. Посмотрим, как это скажется на этой битве. Пока что Рэдхорд явно доминирует в данном противостоянии, но еще не все потеряно. Легенда 17 может хоть что-то сделать, но снова в углу очень сложно что-либо придумать. Вот он наконец-таки находит в себе силы, для того, чтобы выехать из угла. Легенда 17 по-прежнему не подпускает своего соперника, ведь он не зря носит тот же номер, как и великий Харлома. Решает Легенда 17 раскрутить свой корпус, чтобы посильнее ударить по противнику, но это не помогает. Суть реконструкция Рэдхорда довольно-таки прочная, и просто к нему пробить не получится. А наши железные гладиаторы до сих пор продолжают бой, и до сих пор непонятно, кто же станет победителем. Легенда 17 пытается перевернуть своего соперника, но у него не получается. Это Рэдхорда не так души слаб. Огромное количество искр, и огромное количество частей из роботов, но они все-таки все еще на ходу. Они продолжают свое сражение. И мы видим, что Рэдхорда практически перевернули, но он устоял о своей гусенице. Да, вот это бой! Такое можно увидеть только на играх будущего! Мы приглашаем вас в мир игр будущего! Соревнование абсолютно нового формата! Где классические и цифровые виды спорта объединяют людей по всему миру. История эры Фиджитал Игр начинается сегодня в Казани. Если вы готовы, тогда вперед! Гармония — мощнейшая энергия созидания, способная объединять народы, Вселенные и сохранять баланс мироздания. С развитием технологий люди стали больше погружаться в виртуальные миры, забывая про мир физически, обрекая гармонию на угасание. Чтобы восстановить баланс, гармония переродилась в жар птиц и мир. Мира отправилась сквозь Вселенные в поисках героев, способных вернуть утраченную энергию. Избрав пять сильнейших представителей, Мира собрала их у Куба Советов. Наделив их уникальной силой, они стали хранителями гармонии, чья задача — охранять и поддерживать баланс. Советам было принято решение провести турнир победитель которого распространит гармонию по свету. Для этой цели Куб преобразовал частицу гармонии во флейн — древний артефакт для сбора энергии. Хранителями было выбрано место для проведения турнира. Город с самым сильным соприкосновением энергии. Именно здесь миллионы зрителей и сильнейшие атлеты примут участие в величайших играх всех времен, чтобы определить достойнейших и восстановить баланс миров. Да начнутся игры будущего! Дамы и господа, исполняется государственный гимн Российской Федерации. Просим всех встать! Дамы и господа, Please rise for the national anthem of the Russian Federation! Россия — священная наша держава Россия — любимая наша страна Твоё достояние на все времена! Славься, Отечество наше свободное! Братских народов Союз вековой! Предками данная Мудрость народная Славься, страна! Мы вертимся тобой! От южных морей До полярного края Раскинулись наши леса и поля Одна ты на свете Одна ты такая Хранимая Богом Родная земля Славься, Отечество наше свободное! Братских народов Союз вековой Придками данная Мудрость народная Славься, страна! Мы вертимся тобой! Широкий простор для мечты и для жизни Придущие нам отбывают года Нам силу даёт наша верность За счастье, как было, так есть и так будет всегда Славься, отечество наше свободное! Славься, отечество наше свободное! Мудрость народная Славься, страна! Мы вертимся тобой! Дамы и господа Президент Российской Федерации Владимир Путин Уважаемые участники турнира Уважаемые зарубежные гости и главы делегации Дамы и господа Друзья, рад приветствовать в России пионеров фиджитал-спорта Абсолютно нового, инновационного формата, который определил само название предстоящих соревнований Это действительно игры будущего Сплетение традиций и современности Гармония физического совершенства и высокого интеллекта Единство спорта и технологий, просвещения и науки Все это необходимо человеку для всестороннего развития и успеха в нашу эпоху стремительных изменений В том многогранном, многополярном, свободном и конкурентном мире, который формируется на наших глазах Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты Родиной великих атлетов, побед и рекордов Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей Игры будущего – наш дар мировой спортивной семье Но Россия – это еще и земля великих ученых, конструкторов, инженеров Их достижения раскрывали человечеству новые горизонты познания А сегодня наши исследовательские команды, компании достигают вершин в цифровых технологиях и применении искусственного интеллекта В сферах, которые находятся на переднем крае прогресса И, конечно, испокон веков Россия славится своей щедростью и гостеприимством Всегда готовы радушно принять друзей Устроить для них большой красочный праздник В том числе и праздник спорта Мы гордимся высочайшим уровнем организации Самых ярких, масштабных международных спортивных соревнований И многие из них прошли именно здесь, в Казани Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу игр будущего Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов Он свято хранит наследие предков И при этом всегда открыт новому Смело берется за самые сложные, новаторские проекты и блестяще их выполняет Спортивная сфера один из примеров Созданные в Татарстане к мировым первенствам спорткомплексы и арены Широко востребованы людьми всех возрастов Служат массовому спорту, развитию которого в России уделяется огромное внимание Это один из государственных наших приоритетов Уверен, в число наиболее популярных всенародных видов активного досуга Российские граждане обязательно войдет и фиджитал спорт Актуальный, зрелищный, динамичный Он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений И, конечно, у детей и молодежи В этом для нас особая ценность Игры будущего Наравне, конечно же, с утверждением главных, основополагающих принципов спорта Солидарности стран и народов мира Равноправия всех атлетов и честной, бескомпромиссной борьбы Игры будущего – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов Уверен, на площадках игр будет царить подлинный спорт Виртуозное мастерство, упорство, волю к победе предстоит проявить двум тысячам спортсменов из более чем сотни стран мира И нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей Откроют нам новые яркие звёзды Международный турнир в концепции Fidgetal для современной летописи мирового спорта – история уникальная И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России В добрый час И, дорогие друзья, я с вашего разрешения, согласия хочу попросить моих коллег, наших друзей Сказать два слова в связи с открытием сегодняшних игр Наперед у будущиню сябры АПЛОДИСМЕНТЫ Курмет Ресейдин президент Владимир Владимирович Енгалдымен сізге үлкен резидаршалымды бельдирым еледа Бул ойн берегей ойн Дюнию зүнде бундай ойн жоқ Сонтан ба шансға сәтлік леем Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире Я всем желаю успехов Келесы воин, Казахстандау и кюзек Давайте проведем следующие игры в Казахстане АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Урматтыу гелечек ойындары турнирнен қатышуучылары Спорт дүйнөнін елчесі Спорт бұл денсаулықтың бұлағы деп жөн жерінен айтылған емес Ашандықтан барыңыздарға бірінші кезекті ынтымақ Екінші кезекті денсаулыққа алаймын Спортта дайма күштүйлер дженгіт Күштүйнүр дженгілі Барыңыздарға егілік қалаймын Пусть победят сильнейші АПЛОДИСМЕНТЫ 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 спорта происходит, в новом направлении. И я этому виду спорта желаю дальнейших успехов, потому что начинание с России начинается, и мы думаем, все мои коллеги согласятся потихоньку, потихоньку. В следующий раз в Казахстане, а в 2026 году мы готовы вас принять в Узбекистане. Дорогие друзья, большое спасибо! В добрый час! Дамы и господа, встречайте, страны-участницы игр будущего! Дамы и господа, встречайте в страны-участниках и в будущем игроков. Австралия! Австрия! 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 Азербайджан! 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 Альжир! Альжирия! Альжирия! Ангола! Аргентина! 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 Армения! Бахрейн! Бахрейн! Беларусь! Бельгия! Белгия! Белгия! Бенин! Бонин Болгария Болгария Боливия Боливия Болгария Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Бразилия Великобритания United Kingdom Венгрия Венгрия Венезуэла Вьетнам Вьетнам Гаити Гаи Гаиана Гауна Гауна Гуатемала Германия Гондурас Греция Греция Грузия Георгия 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 Герцеговина Зимбабве Зимбабве Индия Индонезия Иордания Джордан Ира Иран Иран Испания Италия Йемен Казахстан Камбоджа 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 Камерун Канада Канада Кипр Киргизия Киргизия Китай Китай Республика Корея Республика Корея Комбоджа 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 Куфейт 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 Лаосская народно-демократическая республика Латвия Латвия Ливан Лебанон Мавритания Мавритания Муритания Мадагаскар Мадагаскар Малайзия Малайзия Малейжия Мали Мали Мексика Мексика Республика Молдова Республика Молдова Монголия Монголия Мьянма Мьянма Молдов 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 Новая Зеландия Объединенные Арабские Эмираты Оман Пакистан Палестина Парагвай Перу Португалия Руанда Румыния Саудовская Аравия Северная Македония Сербия Сингапур Сирийская Арабская Республика Словакия Словакия Словения Соединенные Штаты Америки Таджикистан Тайланд Тайланд Танзания Тунис Тунисия Туркменистан 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 Уганда Узбекистан Уругвай Филиппины Финляндия Франция Кроватия Центрально-Африканская Республика Черногория Монтенегро Чехия Чили Чили Эквадор Эстония Этиопия Этиопия Южно-Африканская Республика Российская Федерация Российская Федерация Этиопия Этиопия Этония Этиопия Этиопия Россия. Казань. Наши дни. Казань. Наши дни. Я тоже по тебе скучал. Хочу как следует подготовиться к играм будущего. Поможешь? Спрашиваешь? Крутая фиджитал тема. И сразу в двух измерениях. Тогда сыграем? Какую карту берем? Что-нибудь из будущего. Будущее большое. Предлагаю. Россию будущего. Интересно же посмотреть, каким станет наш город. Мне нравится твой выбор. Я бы тоже хотел это увидеть. Привет, ребята. Мы слышали, что вы хотите посмотреть на Казань будущего. Мы можем вам помочь. Мы проведем для вас необычную экскурсию. Ты тоже это видишь? Со мной говорят наши персонажи. Ага, как настоящие. Это какой-то баг. Все реальнее, чем вы думаете. Просто нажимайте вот и прыгайте к нам в цифровой мир. Смелее. Следующий такой шанс увидеть Казань будущего выпадет, когда вам будет по сто лет. Согласен. Загружаем игру. Молодец. Будущее для смелых и уверенных. Полетели. Добро пожаловать в будущее. Это точно Казань? Казань, Казань. Вон там Казанский Кремль. Вон Загс. Видишь? Мост Миллениум. Мне уже нравится такая Казань будущего. Я такое только в фантастических фильмах видела. Мы столько успели воплотить жизнь. Аэротакси, космические лифты, тоннели для авто и транспорта. Роботы-помощники. Пойдемте прогуляемся. Какая реалистичная игра. Просто невероятно. Это не игра. И хотя город наполнен интерфейсами, которые быстро подключают себя к глобальной сети, здесь все по-настоящему. Города стали удобнее, чище и умнее. А горожане, благодаря антигравитационной обуви, стали гораздо мобильнее и тратят намного меньше времени на перемещение между локациями. А следовательно, у них остается гораздо больше времени на прогулки в многочисленных парках и занятия спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Как же мне хочется остаться здесь надолго и все посмотреть. Но меня дома собака ждет, а с ней, кроме меня, никто не погуляет. Молодец, что помнишь про это. Но в будущем, если забудешь выгулять собаку, она сама тебе об этом напомнит. Как? А она что, подойдет ко мне и скажет, хозяйка, пора? Сейчас сама все увидишь. Ирина Сергеевна, голубушка, не чистите. Спешить нам некуда, выравниваем пульс. Вот так, молодец. Сто сорок пять лет, не повод халтурить. Активнее. Вот, познакомься. Персональный фитнес-робопес. Ха, а мой пес умеет только еду просить. И еще немного остановились, переходим к дыхательной гимнастике. Делаем стандартный набор в три подхода. А я догоню вашего мужа, пока он опять свор кого-то мне переборщил. Без меня пилатесом не заниматься и других собак не слушать. Я быстро? У нас робособака — это не только игровой робот. Это настоящий помощник. Собаки-курьеры, полицейские, пожарные, спасатели, врачи и даже ученые. Роботы теперь выполняют всю работу за людей? Конечно, нет. Но они наши большие помощники. И с помощью умных алгоритмов следят за нашим настроением, физической подготовкой, организуют досуг. А у вас теперь только такие робобобики? Или настоящие собаки тоже остались? Конечно, остались. Живую собаку ничто не заменит. Но и без робобсов уже не обойтись. Мы к ним так привыкли. Их главное — заряжать вовремя. Вот и моя собака так же. Пока не покормишь, даже лапы не подаст. Смотри, ты ему понравилась. А как ты это понял? От него пошел лавандовый аромат. Робособаки — наши настоящие компаньоны во всех делах. Даже в танцах. КОНСНОond Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как можно учиться всю жизнь? Это же скучно! А вот и нет! Все обучение проходит легко. Интеллектуальный помощник предлагает человеку оптимальный формат обучения. Здесь в библиотеке датных можно найти абсолютно любую информацию. Теперь вместо книги можно поговорить с голографической моделью автора, созданной искусственным интеллектом. Модель сама в красках расскажет о своих произведениях и ответит на вопросы. Можно поговорить абсолютно с любым известным человеком? Конечно! У тебя по каким предметам сложности? Точно! По точным! Есть одна гениальная женщина, которая может тебе помочь. Софья Ковалевская. Первая женщина-математик в России и первая в мире женщина-ученый. Согружаю! Добрый день, любознательный юноша! Здравствуйте! Ну-с! С какой темы начнем? Теория движения твердого тела? Теория эллиптических функций по Вейер-Штрассу? Или поговорим о кривых, определяемых дифференциальными уравнениями по ПНКР? Мне бы просто математику подтянуть. Значит, тебе нужен курс элементарной алгебры. Проверим твой уровень. Расскажи-ка мне, друг, какие бывают виды уравнений. Для меня сложные и несложные. А, квадратные. Неплохо. А еще? Прямые уравнения. Только они называются линейные. Уровень твой выяснили. Чтобы мне сделать из тебя математика, понадобится часов так 50. Согласен? С вами я готов заниматься хоть тысячу часов напролет. А, может, дадите какой-нибудь совет? Совет один. Не бойся точных наук. Все сложное состоит из простых частей. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Надо было больше вопросов задать. Да я растерялся. Непривычно с великим ученым болтать. Хоть и с голограммой. Мне бы теперь просто мысли в порядок привести. О! Это тебе к философам. С конфуцием хочешь поговорить? Смотри. Здравствуйте. То есть... Нихао. Что тревожит тебя, дитя мое? Думаю, как обработать всю полученную здесь информацию. Порой мы видим многое, но не замечаем главного. Нам там столько всего надо сделать в прошлом. Даже непонятно с чего начать. Путь в тысячу верст начинается с одного небольшого шага. Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно тогда, когда необходимо. Да, но как пройти этот путь без ошибок? Не тот велик, кто никогда не падал. А тот велик, кто падал и вставал. Прощай. Ну как тебе? Были бы у нас такие фиджитал-библиотеки. Я бы оттуда не вылезал. А чем бы ты хотел заниматься в будущем? Придумать что-то полезное, нужное, чтобы моим именем потом это назвали. Есть у меня хороший пример, который вдохновит тебя на открытие. Ученый и изобретатель Никола Тесла. Привет. Про что тебе рассказать? Про переменный ток, многофазные системы или работу осинхронного электродвигателя? Я бы хотел узнать, как стать великим изобретателем. Самое главное, ты должен трудиться не для настоящего. Ты должен трудиться для будущего. Тебя будут называть фантазером. Будут смеяться над твоими идеями. Но время рассудит, кто был прав. А какой-то лайфхак есть? Спать 2-3 часа в день, как я. Иначе мало что успеешь. Боюсь, с этим будут проблемы. Господин Тесла, можете мне, как изобретатель переменного тока, наконец-то объяснить, что это такое? Это очень просто. Переменный ток – это упорядоченное движение заряженных частиц. Или, иначе говоря, электрический ток, который с течением времени меняет свое направление и величину по определенному закону с заданной частотой. Это то, что обеспечивает, например, бесперебойное электроснабжение в современных домах. Есть еще постоянный ток, но про это тебе лучше спросить у Томаса Эдисона. Говорят, он в нем разбирается. Спасибо. Обязательно обращусь. Ну, раз вопросов больше нет, тогда разрешите откланяться. Мне нужно работать. Всего доброго, молодой человек. Всего доброго, господин Тесла. Все. Достаточно с меня знаний. Как говорит мой смартфон, полная зарядка. Правильно. Учебу и отдых надо чередовать. Мы не роботы. Уверена, твоя подруга тоже находится под впечатлением. А где она сейчас? Уж точно не скучает. По-моему, она должна осматривать обычный медицинский центр. А номерки в регистратуре еще надо брать? Мне что-то подобное бабушка рассказывала. Но сейчас уже все по-другому. Поехали, найдем ее. Чтобы было нагляднее, объясню на собственном манекене. Сейчас все медицинские исследования начинаются со сканирования пациента. Но это не новость. Я знаю про рентген, и про УЗИ, и про другие методы. Тогда запоминай новый. Сканирование с помощью гибергизированной клетки. А если по-русски? Это такая клетка-микросхема. Она доставляется с помощью зонда в нужный орган и передает в облако все твои медицинские показатели. А, то есть к врачу можно не ходить, если что-то заболит. Да, он сам визуализируется в виде голограммы. Они сейчас у него в голове? Не бойся, просто сканируй. Все показатели в норме. Правда, количество нейронных связей не очень большое. Видимо, двоечник. А вы можете определить, какое полушарие более развито? Конечно. Наши робосканеры могут даже выявить способности человека, чтобы ему было легче определиться с профессией. А это что за цифры побежали? Матрица какая-то. Это информация, которая бегает по нашим нервным окончаниям. И что же там бегает? Надеюсь, что это полезное? Очень даже. Нервная система пациента в полном порядке. Вот и все. Обследование завершено. Спасибо вам, доктор и доктора. А если тебе лень ходить в поликлинику, технологичная одежда, умеет контролировать состояние человека, влияет на его эмоциональный фон и ведет электронный дневник здоровья? Обалдеть! Как быстро все развивается в России. Не устала? Готова еще к шок-контенту? Спрашиваешь. А такого не устаешь? Показывай все. Тогда пойдем на крышу небоскреба. Угощу тебя с свежими овощами. Овощи на крыше? Ты ничего не перепутал? Нет. Сейчас все расскажу. Субтитры создавал DimaTorzok В прошлом люди не уделяли должного внимания к сохранению природных ресурсов земли. Население увеличивалось. Запасов пресной воды становилось все меньше. И это привело к исчезновению многих видов растений и опустыниванию территорий, которые стали непригодными для земледелия. Необходимо было срочно исправлять ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok В России изобрели новые технологии, которые помогают решать проблему недостатка воды быстро и без лишних трудностей. Даже в самых отдаленных местах нашей страны. Специальные системы для орошения следят за состоянием почвы и не дают земле превратиться в пустыню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А еще мы стали активно озеленять города. И прямо в городских условиях научились выращивать овощи, зелень и другие культуры. Умные фермы располагаются теперь прямо на крышах небоскребов. За ними ухаживают автономные роботы. А управляются они с помощью искусственного интеллекта. Восстановление экологии невозможно без поиска новых полезных технологий для промышленного производства. Полетели. Познакомимся с новыми источниками энергии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Воды мирового океана занимают более 70% поверхности нашей планеты. И в какой-то момент мы решили, что недостаточно их используем. Ведь технологии под водой открывают для человечества новые возможности. Подводный источник электроэнергии — это стопроцентно возобновляемый ресурс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С помощью специальных генераторов мы научились получать из воды зеленый водород в неограниченных объемах, что позволило нам сделать невероятный скачок водородной энергетики и снизить выбросы углерода до нуля. А эти подводные объекты — российские дата-центры. Наша гордость — под водой, электроэнергии в избытке. Морская вода используется в качестве охлаждения, а размещать их можно от Арктики до Антарктики. Субтитры создавал DimaTorzok Невероятно! Сколько здесь всего! Интересно, а я бы смогла работать под водой? И не только работать, но и жить. Спокойно за окошком рыбки плавают. Приятно. У нас в будущем. Нашим детям нравится. У нас в будущем будет семья. Ой, только не говори, что ты об этом не мечтала. Ну... Ладно, не смущайся. Пойдем покажу тебе транспорт будущего. А я тебя сижу, жду. Уже хотел идти искать. На гиперскоростной касселе. Хочешь прокатиться? Было бы круто! Отлично! Прыгай в свое кресло. А скорость большая? Около 200 километров. В час? В минуту, конечно. Но ты даже не заметишь. Сделаем пару остановок. Я готов. Поехали. Как ощущения? Я как будто лечу в аэротрубе. Все капсулы перемещаются по единой транспортной системе. Которая связывает города друг с другом и про скоростной дорогой. Даже книгу не успеешь почитать, пока едешь. Если у поездов такая скорость, то с какой же скоростью летают самолеты? Очень быстро. Только у нас уже не самолеты, а космошаттлы, которые через стратосферу в любую точку мира зачас долетают. Космошаттлы? Это что, получается так просто слетать в космос? Проще простого. Только в далекий космос. Мы летаем на другом. Круизные ракеты, межпланетные маршрутки. Ну ты и сам все можешь попробовать. Полетели. В космосе правильно говорить. Поехали. Прием, прием. По-моему, мы уже слишком далеко от Земли. Предлагаю вернуться. Не бойся, далеко не улетим. Лучше полюбуйся нашей планетой. Такой ты ее точно не видел. Красота! Я теперь понимаю, почему раньше все хотели стать космонавтами. А это что вокруг нее? Чего тут только нет. Спутники, орбитальные станции, космические гостиницы, мощные вычислительные центры, солнечные батареи. Не понял. Зачем солнечные батареи в космосе? Они летают по орбите и собирают солнечную энергию, которую мы можем поставлять и на Землю, и на другие космические объекты. Например, на Луну. Мы освоили Луну? Для жизни Луна не очень приспособлена. Большой температурный разброс, отсутствие атмосферы. Поэтому мы используем ее для исследований и как пересадочный пункт для полетов на соседние планеты. Но хотя бы раз посетить советы. Мне в соседний город к друзьям не хватает времени съездить. А тут, на Луну. Вот сколько туда лететь? Благодаря оптимизации двигателей на ядерной электродвигательной установке, межпланетные полеты не занимают много времени. Примерно на таких российские корабли перевозят пассажиров и на Луну, и на Марс. На Марс? И кто ж там живет? Обычные люди, как мы с тобой, которые стали туда переезжать, как только нашли способ защититься от космической радиации, и восстановили атмосферу, которая была на Марсе миллиарды лет назад. Получается, температура стала комфортной, и появилась вода? Точно! Теперь это планета, где есть настоящая жизнь. И это все нас ждет в обозримом будущем? Все еще не верится. Я как будто в футуристической компьютерной игре, или в виртуальной реальности. Ха! А почему бы виртуальную реальность не сделать пылью? Я тебе расскажу по секрету, со временем границы между реальным и цифровым измерениями будут стираться. А началось это в России, где когда-то были открыты игры на стыке спорта, науки и технологий, которые назвали играми будущего. Все путешествия! Сколько всего удивительного нас ждет впереди! Это так круто! Все, о чем мы мечтаем, воплощено в жизнь, в будущем. В нашем будущем. И его не нужно ждать. Оно наступает прямо сейчас. И чтобы сделать его интересным и ярким, нужно быть открытым ко всему новому, не бояться ошибок и постоянно совершенствоваться, как в физических, так и технологических навыках. Да, крепкая дружба реального и виртуального миров способна наполнять энергией созидания и развития в нашу жизнь, сделать человека более гармоничным и универсальным. И пусть начало этой дружбы, начало истории крепкого союза двух измерений будет положено здесь, на первых играх будущего. Вперед! Все в наших руках! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игры будущего начинаются сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Мы в новом мире живем Нет невозможного в нем Наша сила На стыке времен создавать Пусть летят вверх мечты Люди будущего Это мы в лицах имена Все только в наших руках Все только в наших руках И сквозь сердце Гармонии свет чувствови Индирект, как волна Игры будущего Игры будущего Навсегда Наша сила Игры будущего Игры будущего Игры будущего Есть крылья, будем летать Мы не боимся упасть На удачу с тобой талисман Он горит светом новой звезды Люди будущего Это мы в лицах и именах Все только в наших руках И сквозь сердце гармонии свет Чувства и интелект Как волна игры будущего Навсегда 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 Дорогие друзья У нас есть музыкальный сюрприз Для вас выступит группа TR Maids и исполнители из Татарстана Дорогие господи, открытая церемония первой игры будущего Казань 2024 Продолжение следует Спасибо за вашу помощь и внимание И приветствую вас в мире в директорах И у нас есть музыкальный сюрприз Пожалуйста, приветствуйте Терамейд и артисты из Татарстана Субтитры создавал DimaTorzok В Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok